Добрый день! Сегодня вы прослушаете десятую часть записи наших бесед с пациентами. Сегодня у нас пациент Дмитрий, который после полугодичного отсутствия в нашем ЧПНИ, частном психоневрологическом интернате, поступил опять на принудительное лечение. Немного из истории болезни диагноза у Дмитрия шизофрения, паркасизмы, голоса в голове. Опять поступил на принудительное лечение, связанное с насилием. Не только уже к близким родственникам, а и к другим людям в социуме. Давайте прослушаем. Здравствуйте! Сегодня у нас специальный выпуск с Дмитрием Николаевичем в нашей ЧПНИ, частный психоневрологический интернат. Вы были выписаны из него полгода назад и вот опять к нам поступили на принудительное лечение. Дмитрий, может, расскажете свою небольшую предысторию для того, чтобы мы ее в дальнейшем внесли в историю болезни вашу и все было задокументировано? Понятно, да, я готов поделиться. Просто я полгода, как обычно, работал в Газпроме. Получал там, ну сколько, 300-500 тысяч, не больше в месяц. То есть жил, вел нищенскую жизнь, сами понимаете. То есть вас опять все-таки, простите, взяли на ту должность, на которую вы и трудились до того, как поступили. Да, да, понимаете, там человек, которого поставили, пока я был у вас в прошлый раз, он тоже начал пить водку и теперь на другом каком-то заведении. А меня взяли опять туда, там такая смена получается. Ну а у вас-то сейчас почему? Может, дойдете до этого, расскажете мне по делике? Слушай, понимаете, у меня двоюродная бабушка умерла в Израиле. Вот. И ее, короче, она меня оставила на средство. 14 миллионов долларов. Я возрадовался и полетел в Израиль. Начал там вести свою жизнь, как бы снял квартиру, положил деньги на счет в Швейцарию. Вот. И так получилось, что однажды я шел мимо стены плача в Иерусалиме и встретил Мишу. Помните, он лежал у нас тоже? Да, я вам больше скажу. Мы его выписали потом после двух месяцев. Нет, нет, не двух. Четыре месяца, да, до комиссии у него было и мы его выписали. То есть вы его могли встретить, получается, буквально два месяца назад. Какие два месяца? Это все произошло три дня назад. А, все, я понял. У нас возникла драка, потому что он предъявил мне такое... Там в Израиле? Да, у стены плача. Простите, я просто, как понимаю, на сегодня, 23-й год, 4-й квартал, там конфликт сейчас идет вооруженный. Ну, понимаете, так как я не имею гражданства Израиля, меня пока не призвали, я занимался своими делами спокойно. Вот. И встретил я Мишу, он говорит, помнишь, ты мне чефира не дал. Я говорю, типа, ты у меня тогда украл зубную щетку, поэтому я тебе не дал. Вот. Он напал на меня, взял камень, проломил мне голову. Вот. Я взял рукой ему, как вдарил. А так как в Израиле строгие законы, то меня, соответственно, предъявили статью за побои. Вот. Потому что я сломал челюсть в двух местах. И меня на принудительное лечение направили там. Я написал заявление, так как у меня были деньги, да, 14 миллионов долларов. Я понял, что я в состоянии оплачивать у вас лечение, поэтому, как бы, меня вели самолетом позавчера, принесли из Санкт-Петербурга, теперь я вас... Вас так быстро экстрадировали, я так понимаю, это подходящая формулировка. Это вопрос денег. А, вопрос денег, я понял. Простите, ну вот, наконец, ну, сейчас мы выяснили, что у вас головой с рукой, это после конфликта с Михаилом. Мне даже стало интересно, а вы не поняли дальнейшую судьбу Михаила после вашего конфликта? Как он оказался в Израиле, где он теперь окажется? После, видимо, вас же все-таки привлекли к ответственности, как его, так и вас? Да, нет, привлекли только меня, понимаете. Он оказался потерпевшим почему-то, хотя он напал первый и ударил меня камнем. И у вас, кстати, сильная травма на голове? Ну, слушайте, тут небольшая дырочка. Мне обещали сделать через пару месяцев титановую пластину, и будет все хорошо. А, я понял вас. Ну, это уже, когда от нас, наверное, выпишут. Нет, я думаю, меня отвезут туда в больницу, я все оплачу, и через неделю вернусь опять в клаву. У меня же полгода минимум будет принудка. Я так понимаю, то, что, ну, в вашей формулировке не совсем есть точность. Оплатите не вы, а ваша супруга, наверное. Нет, нет, нет. Все-таки она сейчас распоряжается вашими деньгами, так как она вас поместила к нам опять. Нет, я к этим деньгам на доступа не имею, она имеет только к тем, что я зарабатывал в Газпроме. Там любая подушка 1500, да, она их тратит, конечно, на себя. Купила себе шубу из енота и тушканчика, там ставки какие-то, полоски разные. Ну, еще оплатила, надо отдать должное, оплатила у нас полгода принудительного лечения вашего. Ну, это и очень выгодно, дальше я уже платить буду самое среднее. А, кстати, 14 миллионов, подумайте, может быть, меня комиссию не через полгода устроить, а раньше? Вы знаете, вот, раз вы про это спросили, я как раз в сегодняшней нашей встрече могу рассказать вам о предстоящем плане вашего лечения. Да, я в основном плане. К примеру, я готов, чтобы у меня в швейцарском банке осталось 13 миллионов долларов. А, вот так вот, да? Ну, вы знаете, я понял вашу мысль, но в то же время вам могу сказать то, что вы знаете, что у меня неплохая зарплата. И все-таки долг принудительного лечения, даже хоть у нас и частные ЧПНИ, говорит мне о том, что я не беру ни взяток, ни каких подарков. Да, я понимаю, но я готов, чтобы у меня осталось 12 миллионов на счету. Даже 11,5. Поговорим после записи с вами. Окей, спасибо. Давайте сейчас все-таки о плане лечения, который мы вам подготовили. Первоначально нам все-таки надо восстановить вашу био- и психосферу. Био- это все-таки дождаться вашей операции, чтобы вам поставили титановую пластину. И после этого, ну, даже не после этого, а параллельно будем психосферу вашу восстанавливать. Знаете, в самом деле, извините, я вас перебью. У меня просто тут, да, отверстие в голове, оно, походу, рядом с центром удовольствия. Когда я трогаю, я использую удовольствие. Потрогайте, доставьте мне удовольствие. Вот так вы чувствуете? Да, кайфово все. А если чуть-чуть посильнее? В этот момент Дмитрий потерял сознание, либо симулировал то, что он потерял сознание. Но запись беседы мне пришлось остановить и вызвать санитаров, для того, чтобы поместить Дмитрия уже физически в палату. Так что на сегодня это все. В следующий раз продолжим записи, продолжение беседы. Все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok